Производители автомобилей давно поняли, переводить традиционные модели на электротягу сложно и дорого. Гораздо правильнее изначально закладывать модульную батарейную платформу, на базе которой затем создавать зелёные новинки. Поэтому корейская Hyundai тоже презентовала свою архитектуру, которая получила название EGMP. В целом тележка напоминает разработки конкурентов, когда тяговая батарея продолжает силовую структуру. Однако по некоторым показателям корейцы смогли превзойти соперников. Так Hyundai внедрила электромоторы нового поколения, у которых максимальная скорость вращения на 70% больше, чем обычно. Аккумуляторы тоже инновационные, с удельной ёмкостью на 10% выше. Притом ячейки готовы принимать ультрамощный заряд напряжением 800 вольт и мощностью 350 кВт. В пятиминутной стоянке возле такого терминала хватит на сотню километров пробега. Сама платформа заднеприводная, но возможность внедрить спереди второй мотор, чтобы организовать привод 4х4, тоже заложена. Что вполне объяснимо. К 2025 году EGMP станет основой сразу для 23 самых разноплановых машин. Mercedes-Benz навесил ценники на свежее поколение S-класса. Как выяснилось, к нам поначалу приедут лишь длиннобазные полноприводные седаны. На выбор покупателям предложат бензиновые и дизельные моторы, а также пару комплектаций, попроще и побогаче. За дизельное исполнение придется отдать больше 11 миллионов рублей, а за бензиновое – почти 12. Даже по меркам этого класса недешево. Ведь длиннобазные дизельные BMW 7-й серии реально купить за 8 миллионов, а седан Audi A8 обойдется еще дешевле. Такое явление, как китайский премиум, покупателям еще долго предстоит распробовать. Ведь продажи кроссовера Geli Tugella едва начались. Как известно, первой на рынок вышла комплектация flagship. За 2,5 миллиона рублей флагман предлагает действительно богатый набор оборудования, который многим покажется даже избыточным. Как стало известно телеканалу Автоплюс, в начале следующего года появится исполнение попроще – под названием «Лакшери». По предварительным прикидкам, оно будет стоить примерно на 10-15% дешевле.